И теперь, что? Микрофон. Включите микрофон, пожалуйста. Слава, когда со мной договаривался, очень боялся, что народу не будет, все разбегутся. Но я смотрю, что зал почти полный, вернее полный. Никто не ушел. Слава, никто не ушел. Возьми вот тот белый микрофон, который там лежит на полу. На полу лежит белый микрофон. Раз, два, три. Все, теперь послушаем. Здесь чай. А, Слава, вот сегодня, как написал, и я написал во встрече, должен представить шесть грани всего творчества. Но, насколько я понял, там больше чего-то. Я могу сказать, что это не грани, это определенные периоды жизни, потому что, как выяснилось, что я уже 9 лет выступаю с какими-то стихами, что-то читаю. И вот сейчас я хочу поговорить в 2003 год. Что вы помните об этом времени? Эйфория путинского правления, ну да, было такое. А что еще было в 2003 году? В 2003 году я написал один секретарь, который начал свой первый сбор. А ты стихи послушать хотела бы? Пренебрежение ритмами странными на белых листах отзывается ранами. Пренебрежение образом точным гробами лежит в пространстве подстрочном. А ты стихи послушать хотела бы? Не те, кто сфабрикованы ритмами белыми. Не те, кто... Володя... Ну мы снимаем листочки, Слава. Ну какой смысл вообще в этой встрече, если мы будем снимать твои листочки? Ну так, сядь как-то, чтобы... Подожди, кстати, меня ругается, Слава. Сядь, вот так, сядь. А самое главное... Вот. Вот теперь, пожалуйста, заглядывай с вами с вами. Насчет 2003 года. С вами можно задавать вопросы, что-то с ним обсуждать. Да, я думаю, что получится. Пренебрежение ритмами странными на белых листах отзывается ранами. Пренебрежение образом точным. Гробами лежит в пространстве посрочным. А вы стихи послушать хотели бы? Не те, кто сфабрикованы ритмами белыми. Не те, кто идут из ума расчетливо до денег. Жадного и изворотливого. А те, что от сердца идут и веносатся. Те, что с лица в глаза тебе бросятся. На самом деле, 2003 год был очень странным, потому что я закончил школу, куда-то поступил. Уже был определенный курс. Пуля прошла мимо глаз в миллиметре. Мимо людей, поцелуев воздушных. Мимо машин, замеревших на старте. Мимо просветренных комнат и душных. Мимо ментов на углу. Мимо башен. Мимо волшебных и мимо обычных. Тихо скользнула из клуба спокоя. Зелень волной деревьев привычных. Выстрый стрелой привязая пространство мимо того, что случилось и было. Мимо витрин, светофоров и знаков. В меня же попала она. И убила. Страхаться по парадам и казаться быть незамеченным. Этими встречами доказывает несостоятельность того, что вы выдаёте за самостоятельность. Затыкать друг другу рты. Липким подобием поцелую. Лучше обоями целомудрие заклеивать небо. Хлеба здесь хватит всем. Зрелищ тоже. Бить в рожу. Значит любить. А в рожу плевать. Значит знать и надеяться. Но надежда, надежде миф. Рана на теле города. Плечется Никоновский, финский залив. Да, я когда-то любил стихи Никонова. Не скрой. Даже до сих пор их люблю. И даже общался с этим человеком. Но первые мои опыты у нас были совершенно по другому поводу. Коммерция съела друзей. И поэтому слушай. Если ты хочешь спастись, то тоже продай свою душу. Раздай все, что можешь врагам. Или плюнь на свободу любви. Стань ему верной женой. И верно скрипи на крови, ведь семейный скандал надоел. Ты выходишь наружу. Идешь по дороге, угрыше за дом и по лужам. Рыдают из неба глаза. Окна скребут потолки. Плэри, ПТВП. Нет уже. Извини. На самом деле многие из нас в тетрадях, в школе заполняли всякие определенные дневнички. Знаете такие анкеты? Это анкета девчонки, которой 14 лет. Дайте ответ. Как ваше имя? Какой для вас цвет самый любимый? И ваша мечта? Но не та, что прилично сказать, а та, что действительно есть. Также любимые блюда, которые есть для вас просто чудо и чем запевать. Напишите здесь то, что мне лучше не знать. Целовались ли с кем-то? Подробнее с кем. Нелюбимое имя, животное, день, понедельник? Уверена, точно, о чем вы мечтаете ночью, какие читаете книги, фильмы и музыку тоже. Скажите о самом возможном и с кем вы хотите остаться вдвоем. Не стесняйтесь. Живите и дайте ответ. Что станет другим через несколько лет? У кого что-то изменилось за эти годы? Скажите, можете что-то спросить. Кстати, где Володя Антитенко? А вот он. А, кстати, он в 19. Володя бежал. Поэтому переходим в 2004 год. Это был год, опять-таки, эйфории в путинской власти. Я стоял как-то на одной станции метро, ждал девушку. У нас не было мобильных телефонов. Я звонил из автомата, постоянно и наткался на автоотвече. Как это было в Абухово. Абухово – это станция ветки зеленого цвета. Это тоже знать каждый, кто хочет прослыть современным поэтом летом. Крики детей через окна проникнут в любые квартиры в своих сновидениях. Эльфы, слоны и вампиры. А рядом лежит на подушке оранжевая плюшевая мишка и книжка с моими стихами и выровненные листами. С этой девушкой мы, впрочем, расстались. И в ночь, когда мы расстались, я написал одно очень странное стихотворение. Революция, бред или смерть? Проявление слабости? Ты снова плюешь мне в лицо или шепчешь какие-то гадости? Радости первых с тобой наших встреч мне сберечь не получится. Напрасно старался и мучился, желая хоть что-то вернуть, но не смог. Я летел, облавался. Сорвался на грех! Неожиданно сник. Как скомканный пантик лимонного вкуса и забытый конфет. Ты помнишь, как губы мои целовала? Шептала туда-то постыла и метали свет. Твоих окон не светит в глаза. Его пролоняет на пальцах моих. Не нужно этому миру. Тебе, как и прочим всем остальным, ступая мужская слеза. Эта девушка очень любила тусоваться с разными странными маргиналами. Она была девственницей. Это бы обо мне, ну, как бы да, бывает. Она была девственницей. Впрочем, я тоже. Я ненавижу девчонок, косящих под панков, поскольку ведут они себя, словно последние дуры. Об этом расскажет вам каждый оплот современной культуры. И умный не нужно быть глупой, а глупый не поумнеет, пока и в грязной парадной пьяно не отымеют. И самое странное в этих отношениях было то, что, когда они закончились, я гулял по набережной Петербурга и смотрел на наше небо. На небо Петербурга. И небо становится ближе. Я небо почти что не вижу. Большое вблизи здесь. Не так различимо. Видимо, это причина. Впрочем, это было в определенном смысле эпигров. Потому что те стихи, которые я сейчас читал, они были странными, немножко наивными. 16 сентября 2004 года случилось то, что меня очень сильно изменило. Я думаю, вы поймете. Следующий секретарь называется форнофобия. На постере из журнала, автомобильных покрышках, накупленных еще в первом классе, до сих пор не прочитанных книжках, на красочных разворотах, на приплете и даже там, где не каждая при первой встрече покажет, на солнечных зайцах и солнце, на рамках, на стеклах порою, пишу то, что даже себе я никогда не открою. Это было странное, очень странное время. Я до сих пор не понимаю, как я его пережил. Потому что это было время первых побед, первых потерь. Я помню, когда я приехал как-то утром на Васильевский остров, я сидел во дворе и видел офигительную арочную перспективу. Арочная перспектива. Здравствуй, Васильевский остров! Это всего лишь набросок или попытка понять состояние. День плавно сливается с ночью, и тень от стены заслонила мне небо из белого-синим эфира. Зачем в этом мире столько тупых, скучных, ненужных, несказанных слов? Хлопнуло что-то над головой, а над сердцем забилось в любовь. Это всего лишь набросок. Так брось его, вы парни. Вы помните, пока мы живы, на Ваське не гаснут огни. А потом, а потом, а что было потом? Потом был клуб Ирландина. И я с бывшей девушкой пришел на концерт группы «Последние танки в Париже». Мы реально отжигали там, слушали какую-то музыку. А потом мы шли через мост. И на мосту сочинилось странное такое стихотворение. Даже это не выражение политики или чего-то еще. Когда я убью президента, ты обо мне напишешь отличную книгу. А кто-нибудь сочинит, посвященную этому песню. Будет стране интересно, когда меня расстреляют, а в мире станет больше на два продукта вселенской культуры. Я имею в виду эту песню и книгу, что ты все равно не напишешь. Слышишь меня? Конечно же слышишь. Но в определенном смысле это была юность. Хотя мне было уже за 20 лет. Наверное, было правильно. То есть должно было быть. Город, разорванным знаменем, похож на лиловую нить. Голые улицы жмурятся. Стужу в себя пустив. Хотел написать картину. В итоге вот этот стих. Разные праздные сонные. Лица людей недоступные. Грузовики пятитонные. Намерения преступные. Я захожу в аптеку. Ну просто, чтобы согреться за прилавком. Глаза на распашку. Никуда мне от них не деться. Видимо, это так надо. Смотришь, потом покупаешь. Тебе здесь не очень рада. Не помню об этом. Но знай. Пулки полны лекарствами от боли и негативов. Я покупаю без промаха. Упаковку презервативов. Тебя раздетую. Не сложно связать ремнями. Маме мы не расскажем, чем вы заняты. Да при том, что ты орешь, извиваешься и заглушаешь музыку магнитофона. Которая фоном звучит для нашей достаточно смелой любви. Замечена кровя. Впрочем, не надо крови. Ведь ремни не вредны для здоровья. Я целую тебя, опускаюсь все ниже. Ты не целуешься ниже. Пустяк. Ведь это уже свершившийся акт. А дальше началась череда расставаний. Каждый раз встречаешься с кем-то. Два месяца общаешься, потом расставание. И вот я ехал как-то в автобусе. В странном автобусе. Это был, кажется, ноябрь. И капали капли. И все было странно. И я подумал, что, кутаясь в капли дождя, уподобившись Курту Кобейну, став похожий на пса, что остался без дома по воле любимой хозяйки, я шел, подгоняемый ветром, и падал в холодные лужи. Прости, не могу говорить. Мой голос сегодня простужен. Насчет голоса, кстати, правда. Потому что я действительно простужен. Я декларировал вечность. Грубым и пошлым сонетом. Она обливалась слезами, кончалась же солнечным светом, в пространстве сгорала пожаром. А время застыло рядышкой. Откинулся рядом друг с другом. Была передышка. А дальше опять все по-новой. Теперь ей хотелось самой. Я плавился льдом или свечкой. Я танцевался домой. Впрочем, это было самое новое время. Вы представляете себе, что такое троллейбус, за временем которого сидит отец вашей девушки? Ну, или, например, мальчик, я не знаю, ко мне чего. Это такая сложность. Неверие или возможность. Находка или потеря. Я просто тебе не верю. Возможно, найду. Может быть, потеряю. Я тебе слишком многое знаю, чтобы смириться в твоих поцелуях. Мирное время с войной. Танцует, тасует колоду, холодные руки в такую погоду. Все ангелы, суки, все девы, как блядя, желанием влажным. Но мне это все почему-то не важно. А значит, закончилось время. Надо менять батарейки. И тысячи новых влюбленных засиживают в скамейке. Потом была армия. Я не хочу читать ничего из армейской лирики, потому что это время было, не скажу, что потеряно. У меня было определенное количество опытов. Оно даже выросло в один из спектаклей, который я здесь показывал. Но потом, потом я встретил как-то одну поэтессу. Я дракался с питерской поэтессой. Это был секс втроем. В городе пахло летом. В городе пахло дождем. Она была хищная. Мне кажется, даже кончало, по крайней мере, стонало тихо, по крайней мере, громко кричало, когда все шампанское было выпито. А все оргазмы получены. Все стихи оказались уже никому не нужными. Все рифмы выученными. Она одевалась молча. А я ненавидел нацию, которая рождает байдов, травмящих и менструацию. Именно в этот момент, Рис. Именно в этот момент я понял, что я стал немножечко взрослее. Я понял, что у меня умирали друзья. Я знаю. Растут травы. Слева и справа. Мечта — это образ из детства, где ходят мосты и канавы, где было так много счастья. А горе — потерянный мяч. Врач — не признак болезни. Признак каникул — врач. Не можно сидеть дома, читая красивые сказки, когда для радости нужны в горке шарфы и салазки. И все, что случится, будет, когда все быстрее бы было. Сейчас мы считаем часы. Появились друзей могилы. Мы завели телефон, и нас сложно позвать во двор. Просто так, без дурацкого пива. Для того, чтобы разговор у нас пропадает время. Часы пролетают быстро. Было его так много, и были такие мысли, которые... Под которыми сейчас мы сменемся, которые позабыли. А самое в этом пошлое — забыли, что тоже были, как свора детей за окнами, кричащие во дворе. Спешим на работу, с работы завязанной в этой игре. Чем-то похоже на прятки, чем-то на догонялки. Мы взрослели быстро. Жалко, 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 жалко. Когда вдруг закончится время, оно никогда не закончится. Просто остановятся стрелки, их запускать не захочется. Что ты сказала? Дура! Ты смоешь себя в душе, когда я накрашу белым глаза, что замазаны душью. Мы будем иметь друг друга в комнате с красными маками. Слушай, как за окном дети дерутся с собаками. Эти цветы никогда не скиснут, не поздно меня менять. Я не целую тебя, даже мне противно тебя обнять. Я бью тебя по лицу очередными сонетами. Магия, волшебство, отличное дело ебаться с поэтами. Ты открываешь шторы. Я выхожу на балкон, сигареты таят в ладонях, меня обжигает огонь. Твоих ничемных упреков. Я ненавижу жизнь, слышишь? Ты мне отвечаешь цинично. Ты обязательно об этом напишешь и будешь читать на концерте. Я мучший шагай вперед. Обращаюсь к полете быстро и падаю на живот. Да, это было время от первых суицидов. Как выяснилось, они были странными, никому не нужными, и неэффективными. Когда поэток будут жечь в огне костра, сложенного из книг, все люди будут улыбаться за нечто именовое, сдвиг. Долой бумагу и писак, им лучше бы работать. Поэток точно будут жечь на Красной площади в субботу. И все придут смотреть за тем, что это праздник корпорации. И будут жечь, а не в ответ кричать об оккупации, о том, что всех поработят. Накажут, арестуют. А тех, кому не хватит книг, повесят или четвертуют. А потом у меня появился скайф. Это, знаете, такая веселая забава, когда встречаешься с девушкой виртуально, ну, типа, привет, хеллоу. Передай красоту тела по проводам интернета. Фото никто не увидит, кроме меня. В газете напишут, что порно качают даже подростки. Я не прошу порно. Я хочу красоту роста твоих волшебных волос, спадающих на изгибы. Тело, струя, воды. А не тупые клипы, в которых так много фальши, органзов, пост и стонов. И все-таки даже в этом ты держишь свою оборону. Ведь тело твое не пошло, девственное и число. И чисто. Давай, присылай свое фото. Быстро. Потом был... Потом был очень странный, долгий период. И... Сослоняйся, листочками открали. Голос сказал из темноты. Мы с темноты на ты. Я хочу рассказать о поэте Диме Адемине. Дима Адемина. Дмитрий Адемин очень крутой поэт. Мы с ним выступали очень часто, даже были в телевизоре. Он как-то написал свое стихотворение под названием «Милое детство». Если хотите, у группы «Урова» приночет, есть текст на эту песню. Есть песня на этот текст. Я написал ему ответ. Называется «Сослоняйся» листочками открали. Раньше все было иначе. Позволяли себе гулять. Покупая пиво на сдачу, одно на двоих целовать. Губы друг друга зябнут. В зимних подъездах не видели друг друга никогда без одежды между. Всегда было время. Какие-то расстояния. Теперь мы живем с кем-то. Теперь расставания стали обыденным приложением к абсолюту. Мы пьем только хольст и тубер в объятиях уюта клубов, каких-то там паров. Трахаемся при каждой встрече. А помнишь, как раньше гуляли по берегам речи, пиная ногами пустые банки. Как уезжали из города с горки, катаясь на грязных картонках, используя их, как санки. Прятались друг от друга. Держали в автобусах зимних. Влюбили, но чаще влюблялись. Теперь почему-то противно взрослее, умнее и едва ли. Напялили маски важности. Глаза наполняя сталью вместо детской наивной влажности. Взрослые знают лучше. По крайней мере, так говорят. А я хочу играть в свой старый блюз, как и та тысячу лет назад. А потом... А что потом? Я слишком часто говорю, а потом... Наша жизнь состоит из постоянных а потом. Я знаю многих девчонок, особенно по утрам, когда нахожу их сонными, неузнанными там, где вчера еще были богинями. Стоит ли их любить, когда им совсем ничего не надо за то, чтобы быть с ними? Они отдаются просто, как плюнуть раз. А я бы отдал ногой за искры любви в глазах без потребления плоти, как основу, вернее, сути того, что они называют развлечением этой мути. Хватит сполна, нахлебался, я все-таки человек. За окном, говорят, прогрессивный. 21-й век. Век психологии, что ли? Или как там его назвали? А девочки, отдающиеся на это, плевали. Главное, трахаться круто. Любой удел неудачников. Давай еще пару раз потрахаемся, чтоб было по-настоящему. Но мне почему-то приятнее тихо шептать, держать за руку. Ну и далее, просто поцеловать при встрече, гулять, а по серии любить. Но, блядя, лезут настырно. Их не остановить, чему их учили в школе. Кто за расклад теперь? Вышвыриваю их телефоны, их выставляю за дверь. Вы мне все перестали выставлять удовольствие. Да и было ли оно настоящее? Позвольте, мне самому разобраться, опять подарить цветы. Не той, что дает анально, а той, что дарит мечты. А еще... Еще я устроился на работу, на которой работаю уже 4 года. У меня есть хорошая соседка за соседним столом. Она как-то мне написала письмо. Прикиньте, вот метр между нами, она мне пишет письмо. Слава, я хочу сейчас уйти одна по городу. А было темно, был снег. Я написал ей вот этот вопрос, за которым сказал, лучше я пойду домой пить чай. Никогда не гуляю одна. Зимой на улице холодно. Дороги, как зеркала, обледенела лавой города. Отражает ночной свет. Звезд, растыканных стразами. Притворяются и появляются одинаково разные. Ночь недостойна тебя. В холоде переулков. Поэтому никогда одна не выходи на прогулку. Мальчики в белых передних... В другую руку стихи возьми! В другую руку стихи возьми! Меня всегда поражает этот человек, потому что... Спасибо. Ты здесь, а ну ты там. Мальчики в белых. Да что ж такое-то? Тихо-тихо. Я вижу людей в метро, как ни странно, я вижу людей, прячущих себя под масками и отсутствием гуманных идей. Девочки-институтки или парни в обнимку с ними, шепчущие друг другу на уши, друг другу влюбленное имя. Вижу пенсионеров, ранних и самых ранних. Для них есть одна дорога, но зачем просыпаться так рано? Вижу людей в костюмах с книгами без рассказов. Сочиняющих странные звуки или придумывающих новый лазер стою у самой двери, наблюдаю туннели движений, вижу, вредит на меня собственное отражение. А ветер в моем городе гроет как-то и ноты. Такие симфонии выдувают, такие сквоты, где пишет мое поколение музыку не отсюда, а после страдает сильно санкт-петербургской простудой. Я прошелся по Невскому. Я свернул на Литейный и понял мне плохо. Такое ощущение, что город держит меня за последнего лоха под собой рекламные вывески. О, суррогатная любовь! Тебя так много! И каждый готов раздеться под песни из телеэфиров или джингл и рекламных роликов. Малолетних алкоголиков, подсевших на Ягу, поколение лает. Уже не спасти. Их жизнь это один, зараженный вирусом и сети, или прикрытый властями, цветной порносайт, или песня! Зарезный диджей! Я наблюдаю, как планета стареет, он снова вернулся на Невский! Печечи до восстания надо! Я ласкаю витринный взглядом мир манекенов, застывших в стекле, голая правда на вертелле, журнальных обложек, киноэкранов, ложь неприкрытая. Этого мало хочется бить, взрывать в магазины или просто не спать ночами, потому что мечами отчаяния в каждой квартире блестит телеэкран. Задыхаясь от ран, умирает старый обиженный фильм, рекламу экран опустит, а солнце садится на запад, вернее оно западает. Я подхожу к метро, и кто его знает, у кого в кармане лежит динамит или пару килограмм превосходных пластиковых взрывчатки? Какая тут безопасность! Нет ее даже за счетку, потому что менты шманат лишь те, кто на лицо не такой, как они. То есть, если меня попросить, я с легкостью провезу в метро гексоген или пару килограмм превосходных крушной травы. А вы задумывались, что за предметы лежат у меня в рюкзаке? Нет, конечно же нет! Заснули, заткнулись, уткнулись в романах в мягкой обложке, а не а то, что застрял в пробке, где-нибудь гибнет ребенок. Я хотел вместо гущего, но как только представлю, плачущие чудо в конверте пеленок и лица хозяев мира за рулями автомобилей, и снова становится страшно. Я сажусь на свободное место. Это кажется важным. Вижу свободой отчерченный мрак. Я проникаю в самую гущу толпы и замыкаю два провода не потому, что я что-то хотел сказать, а просто, то есть без всякого повода. Никонов? Никонов! Ты читаешь стихи, словно Никонов. Вернее, так же орешь их со сцены. Вас отличает лишь то, что ты не куришь траву, еще ни разу не резал на сцене вены. Хотите, порежу! Микрофон, я ласкаю. Достаточно нежно. Целую его. Беру его в рот. Вот. Точно так же брала у меня девчонка по имени сказка из соснового бора. Вы встречались с ней чуть больше, чем месяц. Расстались достаточно и скоро. Остались после нее несколько рваных стихов и фоток в розетном виде. Хотите увидеть? Хватает, наглости, скалится, бунтом сломав запрет. Свобода — это красавица. Неговорящая — нет. Стать не так. Вернее, класс! Согромет! Получился, кстати, спектакль, я считаю. Да? Есть кто-нибудь, что сказать? Что говорить? Здорово. Спасибо, Слав. Я вот считаю, что у тебя Z еще тоже крутой включился. Моно-Z. Да-да, здорово. Выложился, все. Это Слав Королев! Спасибо, Слав. Моно-спектакль, моно-спектакль просто. Человек вышел здесь, себя в разных упостасях, так сказать, выдавал. Все! Перерыв. Владимир, а можно еще Марина Гаппу почитать? Сейчас. Перерыв. 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 Субтитры сделал DimaTorzok